История про смотрителя маяка. Если бы я был смотрителем маяка, то это была бы история не про меня. Однажды очень молодой смотритель моряка впервые заступил на службу. Сейчас. Не шли, он ухаживал за маяком. И жил себе не тужил. Чувствовал он себя достаточно хорошо. Но тут в какой-то момент он начал замечать. На маяке очень часто начали находиться экскременты человеческие. На территории маяка, на лестницах, было измазано калом. И калом не старым. А калом достаточно свежим. Блядь, а где? А где нахуй? И он решил провести расследование. Он начал поглядывать. Примечать, кто же может оставлять кал. И когда он оставлялся, он заметил то, что кал появлялся ночью. Он высыпался. Приходит на утро. А где-то лежит кал. Вот тут кал лежит. Снизу, сверху, да где угодно. И в какой-то момент он решил, нет, хватит с меня. Мне надоело убирать кал. Кто-то слет. И он решил ночью не поспать. Он решил проследить за источниками таинственного кала. И вот однажды, сидя в своей коморке в тишине, лишь с одной лампой, он услышал странный шум на лестнице. Кто-то издавал Он побежал на лестницу, но никого не было. Но зато там был Свежий кусок кала. Прям свежий такой. Прям парной. Он психанул, он начал бегать, искать. Откуда, кто, где ты, где ты, что ты? Блять, мне надо еще. Но он никого не нашел. И тут вдруг его это доконало. Он сказал, меня это заебало, я не могу найти источник говна, я отсюда ливаю. Он дождался следующей лодки с припасами. И сказал, я ухожу, у меня больше нет сил. Он говорит, все, я хочу отсюда уплыть. Мне надоело работать моряком. Мне надоело работать смотрителем маяка. Кто-то срет. Кто-то срет у нас на маяке. И тут приплывший с припасами дед говорит. А ты разве не знал? Существует легенда? Что на маяке? Кого, блять? Что нахуй, блять? Что на маяке живет каловый барабашка? И если ты не будешь его подкармливать, то он будет на маяке срать. И он такой, что? Каловый барабашка? Но чем же его кормить? А он говорит, корми его молоком и хлебом, размятым в этом молоке. Он говорит, ладно, хорошо. И следующей ночью он оставил тарелку на маяке с размятым молоком и хлебом в нем. И, о чудо, никто на маяке не насрал. Смотритель маяка подметил для себя это, но он подумал, сколько же ты мне нагадил, блять? Сколько же я всего убирал? Но подумал, нет. Меня это не устраивает. и следующую же ночь он в молоко и хлеб. И тут, внимание, добавил немного цемента и оставил. Этой ночью никто не срал, но уже на следующую ночь, поскольку еда не была оставлена, смотритель маяка услышал крик. Смотритель маяка подбежал на лестницу и увидел плоский камешек. Именно так, по легенде, на берегах рек и озер появились плоские камешки, которые используют для метания лягушек. ольшер Продолжение следует...